здравствуйте уважаемые господа тема моего сегодняшнего выступления это реализация режима киоска в нашей операционной системе red os строгом смысле слова режим киоска сам по себе не является средством защиты информации он представляет собой дополнительный инструмент для ограничения прав пользователей на уровне операционной системы но при этом киоск можно рассматривать как компонент единой целой системы защиты информации на уровне операционной системы в целом какие задачи у киоска должны быть он должен обеспечивать безопасность в первую очередь ограничением доступа к файловой системе к рабочему столу поскольку большинство киосков все-таки работают в графике он должен ограничивать как злонамеренные действия пользователей атакующих но также и предостерегать пользователей которые не имеют своей цели совершить какую-то атаку от случайных деструктивных действий непосредственно на своем рабочем месте и не навредить общему технологическому процессу в red os режим киоска представляет собой рабочую среду для пользователей с четко ограниченным функционалом в первую очередь это ограничение доступа к графическим элементам да и это ограничение доступа к файловой системе это ограничение запуска определенных видов программ а точнее запуск только тех которые разрешены администратором с достаточно гибкими настройками которые позволяют использовать нашу реализацию уже имеющихся системах корпоративных системах защиты информации и информационной безопасности не перекраивая их под внедрение нашего программного обеспечения следовательно администратором информационных систем не требуется проводить каких-то дополнительных мероприятий или пересматривать нормативную документацию при включении данного режима на рабочих местах функционирующих под управлением red os теперь поподробнее что можно что запрещено пользователю в реализации нашего режима как я уже сказал в первую очередь это запрет полного доступа к рабочему столу то есть рабочий стол да и конечно же есть чтобы можно было работать но изменить его настройки изменить его содержимое пользователю недопустимо также имеется запрет на полный доступ к файловой системе то есть пользователю доступен только свой домашний каталог и то это в таком виде чтобы сохранить файлы из тех приложений которые ему разрешены для запуска непосредственно файловый менеджер тоже недоступны в режиме киоска и увидеть содержимое своего хомяка пользователь тоже не сможет причем эту функцию не отключаемые у нас сделано также режим киоска запрещает открытие внешних гиперссылок на адреса интернет или электронной почты из сторонних приложений за исключением естественно браузера он то может ходить по ссылкам и почтового клиента он может реагировать на почтовые адреса если конечно почтовый клиент и браузер разрешены к использованию администратором в данной сессии который настраивается под непосредственно конкретного пользователя конкретное рабочее место также имеется фильтрация запуска программ разрешено запустить только то что разрешил администратор ярлыки этих приложений вынесены на рабочий стол и как я уже сказал пользователь ничего более не не может сделать с рабочим столом только как двумя кликами запустить разрешенное ему приложение также у нас в режиме киоска нельзя выполнить ни один если даже попытаться выйти каким-то образом за ограничение система не даст ему явно интерактивно выполнить ни один сценарий то есть ни один скрипт на любом интерпретируемом языке также запрещено по умолчанию запускать все приложения пользователю на которых установлен суидный бит это опции отключаемые по желанию администратора который настраивает рабочее место естественно ограниченные центры управления рабочим столом настройки панели рабочего стола ряд сервисных утилит окружении рабочего стола и ряд других функций которые имеются в графических окружениях чуть подробнее о фильтрации приложений мы рассмотрев и изучив опыт других дистрибутивов решили идти по пути так называемых серых списков поскольку и белый и черный имеют свои минусы которые достаточно могут быть болезненными и ощутимыми в работе как у пользователя так и администратора например если взять черный список то есть разрешено все кроме того что запрещено в этом режиме всегда практически можно найти лазейку чтобы обойти запреты режима киоска и предусмотреть все нам как разработчикам становится весьма трудно режим белого списка то есть запрещено все кроме того что разрешено больше вызывает проблем уже администраторов например скажем офисный пакет либо офис хотя бы приложение white если использовать только запрет по белым списком администратор разрешил использование этого редактора а он свою очередь очень часто привлекает к реализации всего своего функционала интерпретатор питона а питон не разрешен следовательно особенно сложно составленные документы или какой-то расширенный функционал который требуется пользователю в данном в райтере становится недоступен и вызывает естественно у пользователя недовольство и администратору приходится в таком случае отслеживать все приложения все файлы которые может или должен запустить тот же в райтер для того чтобы он не потерял своей функциональности и задача не такая уж тривиальной для администраторов поэтому мы попытались соблюсти баланс чуть позже я скажу что является базисом реализации нашего киоска часть компонентов фильтрует с упором в черноту часть компонентов киоска фильтрует больше по белым списком в сумме получаются так называемые серые списки то есть мы попытались сделать безопасность не в ущерб функциональности и удобству как администрирование так и работы на наша реализация киоска сразу по умолчанию отключает все специальные клавиши клавиатур все горячие клавиши которые так или иначе по нашему подозрению могут позволить выйти за ограничение данного режима данная опция у нас является не отключаемый и не редактируемый для администратора также фильтруется работа как юсб так сетевых и прочих портов здесь система более гибкая может быть настроенным администратором например можно пользователю отключить вообще доступ к юсб если ему это не нужно можно сделать это более гибко например разрешив только печатное устройство либо только определенную серию принтер либо конкретную модель принтера но при этом запретить монтирование так автоматически так ручное любых юсб дисков флешек и смартфонов в режиме передачи файлов и так далее все это администраторской утилита позволяет сделать также сетевыми портами можно запретить пользователю которому включен режим киоска доступ до сетевого адаптера не отключая сам адаптер системе если например в его рабочие обязанности или функции на конкретном рабочем месте не входит необходимость не является необходимым работать сеть что же внутри что является как бы фундаментом нашего киоска это прежде всего команды интерпретатор бэш и являющиеся у нас по умолчанию окружение рабочего стола маты они были нами доработаны серьезно и они осуществляют основную массу реализации функций данного режима фильтрацию но также естественно привлекаются и другие компоненты операционной системы отвечающие за то или иное направление скажем systemd с нашими патчами udef nf tables и так далее вот но именно маты и бэш имеют наибольшее количество доработок для реализации данного режима также если требуется более сильное высечение прав то есть администратор хочет совсем зажать в клещи пользователя можно опционально включить использование песочницы fire gel вот конфигурирование fire gel и тоже осуществляется из нашей администраторской утилиты чтобы сисадмину было проще в одном месте сделать все настройки наша реализация режима киоска в red us позволяет ограничить пользователей не только в графических сессиях что естественно и как правило в других дистрибутивах имеется и подразумевается именно ограничение в первую очередь в графике но полноценно работает и в консоли то есть если пользователь будет работать только в консольном режиме там также можно включить ограничение нашего киоска и достаточно жесткий естественно как всегда есть проблемы при написании по из которых можно выделить три основных это многообразие оборудования и в первую очередь клавиатур как я уже говорил большинство моделей что существует на рынке с большим набором функционала различных клавиш сенсорные виртуальные клавиатуры и так далее приходится каждый раз дорабатывать запреты режима именно с учетом использованного используемого у наших пользователей оборудования а также это сложные схемы защиты информации когда уже имеется готовая построена инфраструктура и бешеная какой-то компании но им необходимо дополнительные ограничения пользователям они приходят к использованию нашего киоска и бывает что редко но случалось небольшие конфликты возникают между запретами которые не реализуют либо какими-то своими правилами либо третий сторонним по защитным и нашим киоском естественно находясь состоянии обратной связи мы находим пути решения этих проблем не обхода а именно решение этих проблем для того чтобы и киоск сохранить универсальным для всех и сделать его более гибким в принципе по этому же пути мы идем решать третье проблемы когда у наших пользователей имеются специфическое по как правило это узкопрофессиональный по заказанное заказанное для выполнения своих технологических каких-то задач и она бывало конфликтовала с некоторыми запретами конфликт выражался в том что она просто не работала вот какие проблемы такие возникали нами уже решены и также в режиме обратной связи мы поддерживаем связь с нашими пользователями и также как вот и во втором случае я говорил пытаемся сохранить универсальность гибкость и решить и существующие проблемы то есть постоянно работаем над развитием данного программного обеспечения реализующего режим киоска в нашей системе спасибо за внимание даст и опять вот я не кажется подмена понять вам как раз у вас таки не киоск а замкнутая программная среда тоже киоск это банкомат это одно приложение на на морде больше ничего они тоже ломаются вот у вас красиво сделано с горячими клавишами но вообще вот то что вы делаете это требование рд гостехкомиссии там на высокие классы плюс мандатку добавить и все и понеслась то есть все это делается как обычный контролью съемных носителей с принтерами у вас интересно потому что мне кажется что имя принтер это просто комментарий подходит любой драйвер я просто наигрался по-моему обойдется одной левой пяткой вот честно говоря то есть если вы пропишите конкретную какую-нибудь катюшу вам и киосеру подключит а уж юлия паккард и сам бог велел спасибо за доклад и хотел вопрос задать по поводу серых списков так вот не раскрыта тема как вы формируете там есть автоматизация для этого или администратор вручную все-таки выбирает и все эти компоненты которые должны быть запрещены этот один вопрос а второй вопрос вы рассказывали что но начинали с того что у вас киоск сформирован именно в графике под конец закончили тем что и в консоли он тоже работает при этом настройки все происходят с помощью формирования какой-то области с иконками как вот совместить это то есть каким образом идет ограничение доступа в консоли совсем подробности реализации не расскажу в консоли все идет через bash который нами сильно доработан там идет фильтрация естественно с другими компонентами непосредственно разрешение ли запрет здесь утилита у нас позволяет работать как график так и в консоли администраторской администратор может консоли настроить и например выбрать вот там у нас есть выбор кстати он может запретить все кроме да утилиты есть конечно ягра двух вариантах вы и и и либо наоборот разрешить большую часть но запретить причем если скажем запрещается питон можно еще указать непосредственно запуск питона из командной строки или же и всех его скриптов которые на питоне исполняются мы анализируем шибанги даже если там бин-энф у нас это не сломает киоск а первый вопрос был серые списки продумаю мы продумываем алгоритм формирования администратору нужно только выбрать например разрешаем 1с и libra office excel он не думает как раз это наша задача там но это интимные тайны еще можно централизованно управляется или на каждую машину отдельно сейчас пока на каждой машине отдельно но в нашу универсальную утилиту red от адм сейчас дорабатывается модуль который позволит это делать требования регулятора вот на один в один бы чтобы централизованно работала дорабатываем он включен и его он так громко падает сразу ясно заменив баш на другой shell интерпретата у пользователя вот режим киоска получить будет будет нельзя правильно только на нем все основано как на по умолчанию запускаемой я понял вопрос да функционал заложен полный функционал реализуется именно если баш является шелом по умолчанию поэтому когда утилита включение режима для конкретного пользователя настройки его профиля работает она проверяет профиль и если там стоит что-то другое она принудительно ставит баш это во-первых пользователь даже если он каким-то образом получит доступ к консоли и захочет ну либо он работает в консольном режиме он захочет запустить явно corn shell все что у нас там есть либо выполнить утилиту change shell баш напишет строку что данная команда запрещена для выполнения в режиме киоска то есть если киоск запустился он не даст сменить он сам себя не даст баш заменить и если я правильно я вдогонку к вопросу жене если я правильно понял у вас фильтруется это по то ли названию программы только как-то еще потому что никаких подписей там не заметил что были какие-то механизмы в этом получается если все-таки получается доступ к консоли копировать то команда не заблокирован cp или типа такого это можно скопировать тот же питон в 1с он будет называться так же как 1с раз на разрешен но и вот пожалуйста питонской при этом же небольшую тайну мы не по пути а именно по имени запускаем файлы и если бы имя запускаем файла питон неважно где он лежит то открыть его башни даст даже на копирование файл есть но ты можешь увидеть его даже не скопируйте по каким именем хомяк как как из к режиме киоска скопировать что-то не является рабочей задачей поэтому извините вы был сирен вы сделаете мягкие ссылки несколько раз ссылку на ссылку они раскроются до реального регулярного файла и уже это будет проанализировано по спискам так копирование она не будет раскрываться она просто скопируется файл в хомяк и копирование тоже запрещено но ccp запрещено команды по запрещено вообще открыть это файл любое это он есть в листинге но пользователь может только посмотреть на его имя в листинге больше ничего вот запретили вы питон и все не скопировать не мв не ренейм никакие ничего кота разрешен но не с питоном нельзя пятну нельзя червячка считать что файл заблокирован системе для этого пользователя не для системы а для пользователя хочет выполнить любую команду либо даже ну как в командной строке либо через скрипт ну бар сам же башки мы это не сдаст сделать а как вы скачаете в гетом ну вы поймите режим киоска нету там интернету ничего там нельзя сделать то что вот насчет вы не заберете пути которые мы пытаемся запрещать поэтому я предлагаю еще накидывайте вариантов что еще там как так у нас вопрос сверху от разрешите давно ждет человек стоит прямо давайте давайте вопрос сверху внимание аккуратно да да вопрос его говорить только вот будет хорошо окей да как раз к теме вегета и аналогичных вы сказали что запрещено хождение по урлам в браузере и точнее кроме браузера если возможность настройки ограничения сетевых соединений по доменам pipe и не знаю еще как то на уровне браузера либо на уровне вообще сетевого системного стека скажем так пока настройки ограничительные настройки сети у нас достаточно но такие грубоватые тонкие пока продумываю а что значит либо все запрещено либо все разрешено нет там будет применяться фильтрация и более широкая фильтрация с помощью nf tables будет привлекаться больше других компонентов системы чтобы хоть в графике хоть понравившиеся всем вот что-то консоли можно было ограничить например доступ только до этого домена то есть у нас это в планах но сейчас пока это не реализован сейчас более грубые такие окей понятно спасибо ну вообще все нары отмечают что киоск мягко странный потому что киоск обычно это вообще одна функция одна функция один сайт открывается на браузер не можно сделать ничего а у вас такая борьба идет с разных сторон давайте это запретим это парен контроль добавим еще что то то есть это явно пожелание наших клиентов наших пользователей и начавшись с простого да с простого именно вот киоска терминала это развивается вот в такой продукт но если хотят и платят деньги почему наверно следующему докладчику пора переходить почему был выбран баш я конечно понимаю что он популярный но там совершенно нереальная поверхность атаки можно просто посмотреть сколько там строк кода и там есть такие неочевидные вещи как сетевой стек там реально есть прям шейли доступ к цепи и кроме того актив пачка вы говорили собственный патч мы сами писали патчах на маты на баш и так далее ваш выбран именно да потому что наиболее распространенный и как сказать наиболее знакомый пользователь продвинутым пользователем администратором в том же начале есть режим совместимости с башем но он на порядок реально на порядок меньше кода содержит например проанализируем спасибо спасибо спасибо